По традиции участники авторалли «Батя» стартовали с Поклонной горы в Москве. Прямо перед заездом гонщики получили маршрутную карту. В этом году в спортивном мероприятии принял участие 61 семейный экипаж. Ралли проходят по настоящим взрослым правилам. Они немножко упрощены для понимания, для новичков. Но тем не менее, ралли – это не гонка по Москве, и это никто быстрее из пункта А в пункт Б. Правила ралли написаны на трех страничках в дорожной книге, и экипаж, приехав на старт, получает дорожную книгу. Организатор юбилейного, уже десятого по счету ралли, основатель православного журнала «Батя», благочинный церквей Видновского округа, священник Дмитрий Березин. У нас участвуют семьи, семейные экипажи, главные требования на своих машинах. Участие для семьи бесплатное. Первая часть – это настоящая авторалли. Это не гонка, это соревнование на точность прохождения дистанции, на точность определения расстояния и так далее. И дети с 12 до 16 лет могут быть штурманами настоящими, и у них отдельная бризовая категория. Владимир Евтеев впервые с семьей принял участие в авторалли. Штурманом была старшая дочь Арина, а младший сын отвечал на вопросы викторины. Великолепный отдых в эти выходные. Детям очень понравилось. Это несложно, это интересно. Дети запомнят, я думаю, что надолго. Очень здорово, очень интересно. Прекрасное место финиша, замечательный отдых для всей семьи. И я очень надеюсь, что Арина, которая сегодня попробовала себя в роли штурмана, найдет для себя в этом какое-то продолжение. Помимо начинающих автогонщиков, соревновались и профессионалы. Среди них многократный чемпион России, участник трех ралли Париж-Дакар, Виктор Воликов со своей семьей. Самое главное, что это прекрасный семейный формат. То есть есть пилот, который следит за дорогой, есть штурм, который следит за легендой, есть третий член экипажа, который отвечает на дополнительные всякие викторины. Поэтому это такое прекрасное, расслабленное и при этом очень занимательное, я бы даже сказал, азартное времяпрепровождение. У нас штурманом был ребенок, правда он уже взрослый, ему 25, но он первый раз штурманил, и для него это было новое. А сзади сидела еще наша мелкая дочка, 11 лет. Финишировали команды в рыболовной усадьбе «Остров». Здесь прошла и церемония награждения победителей. Призов на семейные гонки много. Кроме первого, второго и третьего мест, награды получили и другие, особо отличившиеся участники авторалли.